Уважаемые бельчане, уважаемые граждане Республики Молдова. Я хочу, чтобы вы все понимали, что атака на Александра Петкова и на муниципе Бельцы, это атака на меня, на Рената Усатова. Почему режим шайка, они не режим, они шайка, они мечтают стать режимом, но сегодня эта шайка желтых действует именно сейчас на выборах, а не до или после. Потому что эта коалиция хаоса, созданная в Бельцах, между партией ПАС, партией социалистов и несколькими советниками непонятного происхождения, она этот хаос и бардак устроилась с того дня, как Александр Петков выиграл выборы в Бельцах. Эта атака направлена сегодня на меня, как на единственного кандидата от оппозиции, потому что я единственный, кто раскрывал все их грязные дела, все схемы. И новую схему, как они вас грабят и крадут, я раскрою завтра на отдельной пресс-конференции, там будут очень важные информации и очень важные моменты. Сегодня желтая чума, вместо того, чтобы объединить народ, строить, созидать, развивать, они продолжают разрушать. Разрушать все и в стране, и в Бельцах. Я и наша партия окажем всю необходимую поддержку примару Бельца Александру Петкову и всем примарам, которые могут напрямую ко мне обратиться, на которых сегодня оказывается давление для того, чтобы они перешли в желтую партию, собирали для них подписи, либо занимались агитацией. Выходите на меня, уважаемые примары, советники, мы защитим каждого из вас. Итак, я сегодня хочу обратиться к бельчанам и напомнить им одну очень важную вещь. Уважаемые бельчане, скажите мне, пожалуйста, вспомните, сколько строилось в Бельцах, когда я был примаром, и у нашей партии было большинство в муниципальном совете. И намного меньше строится сегодня. Почему? Потому что вы на прошедших местных выборах решили не отдавать большинство той или иной партии. И сегодня вот эта коалиция хаоса, которая есть в Бельцах, она сегодня блокирует большую часть инициативы мэра города. Я специально отказался от мандата примара для того, чтобы не мешать им в переговорах, для того, чтобы каждая партия, которая в Бельском муниципальном совете могла выдвинуть, фракция могла выдвинуть своего вице-примара, для того, чтобы они объединились и работали на благо всех бельчан, на благо каждого из вас. Вы видели, что они все под разными причинами отказались, либо пришли с непроходными кандидатами, потому что они не хотят работать. Их устраивает хаос и бардак в Бельцах. Они сегодня не созидают, а, к сожалению, разрушают. Вот к чему привело сегодня то, что у партии, от которой кандидат стал мэром города, но партия не имеет большинства. Я очень надеюсь, что это будет уроком для всех нас, и такие ошибки никогда больше не повторятся. Вы голосуйте за любого кандидата на следующих местных выборах, но если вы голосуете все за примара, голосуйте за партию, чтобы было большинство, чтобы никто не мог шантажировать вас, и самое главное, уничтожать и разрушать. Я понимаю, что сегодняшнюю власть не интересуют схемы по газу, другие схемы коррупции, которые я разоблачал, и буду продолжать разоблачать. Завтра вы станете свидетелями того, как у вас хотят украсть очередные активы, и тем самым ограбить наше государство. Уважаемые бельчане, те проекты, которые были реализованы в Бельцах в этом году, проекты, которые я инициировал и обещал вам на день города, они все были реализованы до 1 августа этого года. Современные остановки 10 в разных микрорайонах города, зарыбление озер и другие проекты. Мы с вами сделаем еще очень много вместе для нашего города и для всей страны. Но прошу вас, не бросайте сегодня мэра города в тот момент, когда какие-то желтые маразматики решили абсолютно незаконно, подло снять его с должности. Вы сегодня, защищая Петкова, не будете защищать его как человека. Защищая Петкова, вы будете защищать и наш город, и нашу страну. Субтитры создавал DimaTorzok